про витамины, с чего начать рассказывать про волны. И как раз вот то, что вам сейчас получилось в ролике, я думаю, что может кто-то выписал хорошие фразы из ролика, когда мы говорим про даже витамины против старости, мне кажется, это очень хорошая такая позиция, с которой можно преподать наш волны. А сейчас про витамин А тоже можно, ведь мы часто говорим про комплексные продажи, про продажи волны, имеются с косметическими средствами, что бесполезно брать крем, если у тебя нет витаминов внутри, поэтому это как раз все для нас, замечательный ролик. Ну а поподробнее рассказать, что же у нас есть, какие у нас витамины, зачем они нужны, я попросила нашего быстро растущего менеджера, который, кстати, в группе очень много подписок на волны, поэтому можете задавать ей вопросы, где она, может, она расскажет. Это Евгения Крымкина из Чехова, встречайте, бурными аплодисментами. Перестаньте, сейчас я тебе еще права, я тебя тут искала долго, сейчас, секундочку. Сейчас попробуем еще раз. Пробуй, Жень, говори еще раз. Давай еще раз, пробуй, перезаходи. Пока Женя перезаходит, давайте немножко пообщаемся, вы в чате напишите, пожалуйста, у кого сколько личных подписок, посчитайте все, супчики, коктейльчики, витаминчики. Пока Женя пробует нас перезагрузиться, я надеюсь, что у нас все нормально будет. Напишите. Всем добрый вечер, меня видно, слышно? Поставьте плюсик, если видно и слышно. Отлично, связь налажена. Супер. Да, ура. Ну, давайте немножко послабим, быстренько пролистаем. Мы начали с витамин, но витамины тоже нужно принимать правильно. И без воды мы никуда не делимся. Есть такая фраза, что вода это сама организация, которая живет сама по себе. То есть надо ее принимать много. Следующий слайд. Зачем же нужна нам вода? Давайте разберемся. В принципе, я когда разговариваю со своим клиентом, вообще с людьми, я начинаю как бы с обычного простого. Как, что, зачем, ну, как бы, начинала с обычного. Зачем же нам нужна вода? Вода, ну, в принципе, регулирует температуру тела. Если не будет воды, у нас будет повышенная температура. Удаляет отходы из организма. В принципе, у многих людей, ну, есть такая потребность, в которой нужно много воды пить. Выставляет питательные элементы, кислород, кольки, клетки, давая нам энергию. То есть без воды наши витамины не будут как работать. Дает натуральное увлажнение коже и другим тканям. Мы часто говорим нашим клиентам, что вода, ну, как бы, кожа обезвоженная. Мы подбираем им крема правильные, молочко, тоники. Но нужно правильно также советовать, чтобы они нормализовали свое питье. И тогда у вас будет больше благодарных клиентов, ну, больше будет ваших лояльных клиентов. Что же делает вода еще? Делает составы более гибли, помогает, укрепляет каштега. Также регулирует пищеварение. Следующее. Я раньше не затронулась никогда, что, ну, как нужна вода нам. Оказывается, что, ну, это довольно-таки важный фактор в нашем, вообще в нашей жизни. Вода является главной компанией у слез и сними. Вот. Также растворимые витамины, минералы и другие питательные вещества, чтобы тело смогло их использовать. Это я тоже узнала на школе Велм из тренера, когда мы проходили вот этим летом. Заканчивали школу тренера и предательные цисты наук на таком середине теле. Защищали, и тепло написали, и защищались. Поэтому мне очень интересный минеральный образ. Но в ней нужно подходить, как говорится, и великолепно. Следующий. Насочек. Наш организм состоит из клеток. У нас более 3 миллиарда клеток. И наша клетка, это как рыбка в аквариуме. А внутри, снаружи, вода. Клетка умирает наша, когда вот этот баланс нарушается. Вравнивается снаружи клетка или внутри. То есть, и наша клетка начинает, знаете, высыпать, что ему начинает, как бы, болеть, чувствовать себя некомфортно. Следующий. Вот. Когда я так нарисовала в костюмчик, поставила там с рыбкой. В принципе, наш клетчик так и живет. Первые признаки от обезвлуживания. У нас бывает, поскольку наши мозги встают на 6,5% в костюмах, в костюмах, в костюмах. В принципе, с одним, первый признак обезвлуживания. Ну, это понижение энергии. Усталость, агентарная боль. Что нам, ну, в принципе, нельзя этого допускать. Потому что мы работаем с людьми. У нас должна быть сегментария, всегда мы должны быть позитивными, активными и чувствовать себя здоровыми. Повышенная температура тела и затруднение дыхания. Следующее. Факторы, затяяющие потребности воды. Подскажите, когда помещение у нас в числе, мы всегда хотим выпить. Когда летом жарко, нам хочется больше воды выпить. Правильно же? Если в нашем организме повышенное содержание дырка в рационе, если у нас много кушаем или кто-то есть, допустим, бобовый, тоже можно воды больше употреблять. Физические нагрузки. Оказывается, что, чтобы мы чувствовали себя комфортно для физических нагрузок, нужно выпивать воду стакан в год и стакан после. Также, кто курит? Пейте больше воды. Частые застолья. Настой же пейте больше воды. Особенно сейчас будут новогодние прореки. Увеличение массы тела. Полным людям тоже рекомендуется пить больше воды. Требет больше воды. Ощущение массы. Требет больше воды. Можно и дальше. Хорошо. Следующий слайд побыстрее туда не спать, чтобы у меня воскресенье против воды, в принципе, я это озвучивала, чтобы чувствовать себя хорошо, как дать на мою грудь и здоровую кожу. И важно, знаете, вот новая тема экологена, которая у нас появилась, я прямо с человеком сажусь, девочки, я говорю уже очень громко, прибавьте у кого есть наушники или что-то еще, извините себя. Здоровая ваша кожа зависит от того, сколько вы воды пьете. После коктейля хочется пить именно потому, что там белок качественный и хороший, поэтому рекомендуется пить стакан воды. Дальше. Очищение организма также зависит от того, сколько мы воды выпиваем и какой воды. Пейте, пожалуйста, сырой, минеральной или качественной водой. Вы пейте как кипяченую. И вот мы дошли до самого интересного, для чего же нам нужны витамины. В принципе, в ролике уже озвучилось три витамина. Но в нашем wellness-пейте есть больше витамин и минералов. Астексантин содержится две капсулы омега-3, омега-6 и мультивитамин и минералы. Следующий слайд. Наш организм так устроен, что когда мы кушаем хорошо, когда мы воду много пьем, когда мы занимаемся спортом, он как бы в балансе, то есть оптимальное обновление клеток. Наш организм состоит из множества клеток и поэтому если клетки нормально делятся, нормально развиваются, мы чувствуем себя хорошо. Как только мы ведем неправильный образ жизни, живем мы не в той экологии, а у нас высокая утомляемость, стрессы, депрессия, то есть плохое состояние кожи ногтей, то есть это все нехватка витамин в организме. Из-за этого является, что дисбаланс начинается нашего организма. И это может наладить ваш витаминно-комплекс компания Reflame. Следующий слайд. Как-то мне не относилось к этому так, наверное, важно. Для меня не казалось это важным, потому что мне казалось, что витамины мы пьем весной и осенью. Мне никогда не относилось серьезно, что витамины помогают строить клетки, клетки костей и тканей. Это часто в процессе превращения влеводов в энергию, служит для профилактики заболеваний. Я думала, что, ну вот как врачи нам не обращали раньше весной и осенью пропить витамины, мне казалось, что это достаточно. А оказывается, если задуматься, то витамины играют огромную роль в нашей жизни. следующее. Я уже проховарила, что ВМСПЕК содержит шведский бьюти-комплекс, это астексантин, омега-3, две капсулки, это незаменимые жирные кислоты и одну таблеточку у меня есть витамины и минералы. Суточная норма потребности рассчитана таким образом, что обеспечивает оптимальное воздействие на внешний вид и ваше самочувствие. То есть передозировки от наших витаминов у вас просто быть не полезны. Следующий. Вот написано, что вы можете что-то конспектировать себе, потому что будете рассказывать это своим клиентам, консультантам, потому что многие фразы можно будет применять потом в презентации. Витамины – это низкомолекулярные органические соединения, они ничего не производят, но без них жизнь невыносима. Витамины – это жизненная необходимость, то есть витамины просто необходимы для нашего здоровья. Следующий. Витамины бывают у нас жирорастворимые и водорастворимые. Давайте посмотрим, какие витамины относятся к жирорастворимому. Вот кресты группы А уже сказали, что они зависят состояние кожи у нас от витамина А, если нет, я вам открою секрет, что витамин А еще очень от него зависит зрение. То есть если у нас поступает качественный и хорошая доза витамина А, у нас падает зрение. Где же можно найти витамин А? В каких продуктах? Молоко, сливки, сыр, морковь, зелень, овощи. Эти продукты богаты витаминами, но какое количество нам их нужно съедать? Также витамин Д. Сыр, рыба, масло. Я по своему рациону не очень люблю рыбу, не могу сыр есть. Получается нехватка витамина в моем организме. Также витамин Е. Это растительное масло. Раски пшеницы, орехи, масли, шпинат, спаржа. Кто успел записать, что еще это болгарский перец и тимьян. То есть эти тоже продукты богаты витамином Е. Также витамин К. Это цветная капуста, шпинат. Витамин К отвечает за свертываемость крови. То есть он даже вот называется витамин К кровь. Поэтому если у вас нехватка этих витаминов, то есть у вас будут проблемы с вашей кровяной деятельностью, состоянием крови. Следующий слайд. На следующем слайде вы можете увидеть, за что отвечает. За зрение, за состояние кожи, за минеральный объем в костях. Бывает, допустим, детки не растут, то есть маленького роста. То есть это тоже говорит о том, что деткам не хватает витамин. Бывает так, что мы говорим, что это родители невысокие или еще что-то. Но это ДНК. А вы знаете, что с помощью витамина минерального комплекса нашего мы меняем свое ДНК, мы улучшиваем нашу структуру. ДНК. И то есть следующее поколение наше будет более здоровым, более чувствует и долгожительными даже могут. То есть в принципе принимать правильно наши омега-3, wellness pack и коктейли, то наши дети могут жить больше нас на несколько лет. Потому что будет улучшена уже ДНК. Следующий слайд. Здесь вы можете переписать для себя, за что отвечают эти витамины. Если хотите, можно скинуть эти слайды в молекулу нашу, и будете тоже работать с этими слайдами. Потому что я никогда не относилась к тем людям, которые называют медицину от и до, потому что не дано мне это. Я больше к математике склонна. Но когда начала заниматься вот волной, изучать его, то поняла, насколько наш организм не витален. Что оказывается, мы сами себя можем выключить. Мы сами себя можем поднять с постели и заставить чувствовать себя хорошо. Нужно только поработать и правильно питаться. Витамин С, шиповник, смородина, облепиха, сладкий перец, зелень цитрусовая и капуста. Я столько именований продуктов в день не могу съесть и количество такое. Также группа В – это зерновые, бобовые, мясо. В основном это мясные продукты, молочные продукты, также фолиевая кислота – печень, дрожжи, просто бобовые. И биотезы – это соевые бобы, злаки, дрожжи. Понимаете, что наше питание, так как у пациента только рассказывали, наша пациента была в школе, ой, просто школа в Чехове, и мы рассказывали про волны. И мы говорили то, что у здорового питания в магазинах практически нет. Даже если что-то вы у себя выращиваете на даче, все равно наша земля уже истощена. И если мы какие-то делаем химические удобрения, то пользы уже не получают наши продукты. И мясо мы сами уже не выращиваем. Нет у нас уже своих свинюшек и поросяток и коров, чтобы есть качественное мясо. Рыба тоже не ту едим качественную. Я об этом разговариваю с нашими клиентами. Те просто даже, кто приходит за заказами к нам, либо просто дает потолок. Я говорю, слушайте, а вы знаете нашу новую серию велнос. У нас есть там витамины и минеральный комплекс. Много возражений говорят, что да мы в аптеке берем, да мы сами все выращиваем, да мы столько продуктов едим. И когда начинаешь рассказывать, что просто рассуждать. Вот рассуждайте с человеком, что он ест, сколько он ест, какой у него рацион питания, какие витамины он вообще употребляет, чтобы чувствовать себя. И вы можете переводить, что, слушай, а ты сколько витамина С езжешь? Ты прям вот столько съедаешь. И у вас тогда будет просто, ну, можете смело предлагать наши витамины, витамины и минеральный комплекс, скажи. А вот здесь уже все сбалансировано, здесь уже ничего придумывать не нужно. Следующее. Водорастворение витамина, они играют очень большую роль в нашем организме. Участвуют в регуляции обменных веществ, углеводов и жиров. Необходимы для дельтырных клеток. Регуляция обмена га. Вот иногда говорят, мы пьем глиота, коктейль, они худеем. А знаете почему? Потому что они пьются вон из Т. Ну вот, просто вы когда проходили по вону, и оказывается, что те, кто сидят с девушками на диете, либо собираются по стране с Новым годом, обязательно нужно употреблять витамины на ранее комплексе. А вымыслить. Причем даже можно два раза в день, утром в пакетике, вечером. Это в вашем организме просто будет бесстрессовая ситуация. Потому что любая диета – это стресс для организма. Если вы будете сочетать с коктейлем, то вы просто, во-первых, по стране будете чувствовать себя лучше. Отвечать за именную защиту организма. Сейчас сезон болезни. Я думаю, что вам уже в предыдущих рассказах по волос рассказывали, сколько стоит заболеть. Когда у нас ключ, мы любые деньги отнесем в аптеку, лишь бы нас вылечили. Чтобы любому врачу мы все дадим, лишь бы нас спасли. Мы занимаемся профилактикой. Наши витамины не лечат. Это не по нацелу, чтобы выпил и выздоровел. Это именно профилактика вот этих вирусных заболеваний. Невер, биорезы и многих других. Необходимо для нервной семьи. Сейчас, в принципе, жизнь такая нервная, такая, как сказать, люди очень бывают склонны, особенно осенью, к депрессиям, к плохому настроению. Поэтому омега-3 просто необходим. Следующее. Здесь вы можете также переписать, какие витамины, за что отвечают. Витамин С – это клещи, кости, стенки сосудов. Обычно говорят, вот у меня сосуд там не работает, в коленном суставе что-то там не то. Поэтому нужно употреблять витамины. Витамин D – это участвует в обмене белка. Мы уже проговорили про это, что нужно, когда коктейли пьете, обязательно wellness-пэ. И причем даже если ваши знакомые начинают заказывать у вас коктейль, вы обязаны просто им рассказать о важности имени wellness-пэ вместе с коктейлем. Следующее. Фолиевая кислота обеспечивает деление клеток на ткани, на рост ткани. Я недавно только узнала, что… И дальше про это еще расскажу, что омега-3 – это жирная кислота. Если мы, оказывается, наших детей не будем кормить этими омега-3, то наши дети будут… Омега-3 зависит на поле, так сказать. Даже если уже мальчик родившийся, и кормим мы его омега-3 жирными кислотами, не даем ему качественный филот, то у нас будет не мальчик, а девочка. Если честно. Вот. Просто не вырабатывается гормон тестостерон. Вот. И девочкам тоже очень важно омега-3, потому что девочки, ну, будущие мамы, в будущем… Будущие, как говорится… За нашими девочками будущее. Следующий слайд. В нашем комплексе не только витамины есть, но есть еще и минералы. Мне однажды девушка сказала, я не буду пить ваши витамины, потому что там минералы есть. Я очень сильно удивилась сначала, думаю, ничего себе, думаю, может опасно, конечно, но на всякий случай, думаю, изучу, что это такое. Минералы – это необходимо для жизнедеятельности организма. То есть, если не будет в нашем организме минералов, значит, мы наполовину, ну, не знаю, нездоровы, так скажем. Следующий слайд. Минеральные вещества. Какие же у нас бывают минеральные вещества? Это кальций. Вот здесь вот прям я говорю вам под запись записать, потому что эти вот функции, источники, где это можно взять. У меня человек говорит, я же пью молоко. А какое молоко? Вот там что, из-под коробки пьете молоко, оно уже разбавлено и все. Я столько зелени, допустим, не съедаю, сколько нужно. Естественно, как бы организм требует там какие-то минералы. Калий. Водно-селевой обмен и регуляции кислочно-щелочного равновесия. То есть, понимаете, не будет калия, не будет вот этого обмена. Вот. Порошковое. Да, точно, порошковое. Магни. Ну, всем известно, что магни мы едим, в принципе, вот вода, в чем мы говорим, что воду надо пить больше. Фрукты и овощи. Развитие скелета и нервной системы. Мышцы. То есть, самое важное, что, наверное, есть. Железо тоже. Какие яблоки мы едим, да? Где у нас там бывает мясо, птица, рыба, железо, еще фруктов, яблок, как говорят, да? В следующем. Да, слайды, конечно, можно скопировать. Пишите почту, я вышлю всем на почту. Минеральные вещества. Продолжаем. Электроэлементы. Это цинк, медь, селен, хром, йод. А вот селен, в принципе, очень нужен мужчинам. Для мужского, как говорится, организма просто необходимо. Наши даже витамины, минеральный комплекс так и разделены. Женские – мужские. В женских больше полевой кислоты для женских органов, а в мужских больше слена. Следующее. Можно даже это пролистнуть, как бы я про это уже все сказала. То есть вот такие баночки можно отдельно приобретать. В нашем каталоге сейчас, ну, не только волоскоп, не только вот в коробочке, да? Конечно, не в коробочке покупать, вот если не видно тут вот, да? А можно в калочках, кому, допустим, нельзя рыбий жир, это у кого камни в почках и не рекомендуется рыбий жир, потому что он мочегонный, можно вот отдельно. Там получается 60 капсул, а вам хватит на месте. Следующее. Вот этот слайд, он есть на упаковке нашей коробочки. И здесь вы это можете показать, ну, врачам или неверующим, ну, вашим клиентам, которые говорят, а мне нельзя витамины, а у меня такая-то болезнь, мне нельзя это. Потому что многие люди говорят, что это же БАБы, я это пить не буду. Биологически активная добавка – это единственное вещество, которое хорошо усваивается в нашем организме, которое не вредит нашему организму, если это производительная активная добавка, сделана по стандартам GMP. Вот это можно вырезать, допустим, кто боится рекламировать нашу компанию или еще что-то, боится, что врач отреагирует на компанию и скажет, что нельзя. У нас был случай, когда вырезали вот этот слайд, ну, как бы, с коробочки и говорили врачу, можно мне это пить или нельзя. Любой здравомышлящий врач скажет, что вам вреда не будет. Потому что у меня есть живой пример. У меня мама, благодаря wellness pack, начала ходить, которая лежала очень долго. Не то, что она выпила и выздоровела. Нет, она принимала свое лечение, но улучшила качество и получение своих вот этих витаминов и минеральных комплексов в организме. То есть организм сам начал вырабатывать, ну, как бы, получать вот эти хорошие вещества и начал излечиваться. На сегодняшний момент моя мама уже не принимает никаких таблеток, а пьет только wellness pack днем и вечером. Утром и вечером, змеясь. Также у нас вот тетка, которой после операции мы показывали вот этот состав, он говорит, да, вреда не будет, конечно, принимается. То есть даже врачи реагируют на это нормально. Следующий слайд. И периодизировки здесь не может быть, но никак. Также в нашем пакетике содержится, в пакетике wellness pack содержится незаменимые жирные кислоты. Это омега-3 и омега-6. Следующий слайд. Наш омега-3 делает из-за анчелуса, сардин в хоманах по фактическому океану. Он проходит по ступени очистки. То есть очень чистый прибежит. Тот, который продается в аптеках, бывает не всегда качественный. Ну, то есть как бывает смесь, масло или концентрат. Наш омега-3, он не концентрирован. То есть он чистый, хорошо, легко усвоимый. Больше скажу, что увеличение приема омега-3 оказывает положительное влияние на депрессивное состояние, нарушение мозговой деятельности человека. Вот сегодня говорили, что витамин Е там влияет на мозг, да. То есть в принципе омега-3 это и является витамином Е. Вот. Только он как бы улучшенным вариантом, я бы сказала. Также я вам, открою секрет, узнала тоже вот тут на школе волнестреймера. Я, когда у меня плохое настроение, всегда хотелось съесть шоколадку. Но вот выработать гормон счастья вот этот серотонин. Оказывается, ощущение вот этого спокойствия и счастья можно достичь другим способом. Это омега-3 нашу и витамин С, фолиевая злота. В принципе, конечно можно омега-3 пить в дополнение. Дальше вот, ну как уже сказали, что омега-3 защищает от болезни витамина из геймера. Следующий слайд. Следующий слайд. Омега-3 в принципе две капсулы для нормального состояния, как бы ну для полного витамина, суточного витамина, можно. Ну как бы достаточно. Но я слышала, что можно принимать еще дополнительно по две капсулы. И с текстом как бы не возражает. Он говорит, что омега-3 не может быть передозировки. Я согласна с Верой, что сомга может и сам очистить, но сколько нужно съесть, чтобы получить такой источник витамина. Наш рыбий жир, он чистый и безопасный. Прошел молекулярный, дистиллярный и соответствующий стандартам фармацевтического производства стандарта GMP. Для меня сначала это качество, как бы GMP, ну незнакомое, думаю, что это такое. Когда мы начали изучать, что такое GMP, это оказывается, знаете, столько стандартов нужно. У них стандарт на стандарт. То есть даже и производительность, и сама вот эта лаборатория, где производится вот этот омега-3, завод вот этот. То есть все, настолько все чисто, настолько все засертифицировано. Ну просто там даже, знаете, каждое действие, то есть отслеживается не только в компьютерном виде, но еще и, ну то есть можно всю, каждую степень производства можно отследить. Вот я сказала. Потому что в нашей, как бы, вот, когда в отек приходишь, и говоришь, дайте мне, пожалуйста, витамины по стандартам GMP. И каждый фармацевт знает, что это за стандарт. И большинство наших витаминов, российских и там лекарств, не производится по стандартам GMP. Вот только сейчас, вот с этого года они переходят на этот стандарт. Многие фармацевтические компании будут закрываться. Это вот уже в интернете написано было. И говорили в новостях. Вот. То есть содержит натуральный стабильный жир. И оболочка вот этого рыбьего жира, она не содержит бычевого и свиного желатина. То есть легко усваиваемого, значит. И то есть наш рыбий жир можно быть любым вером, как бы, и мусульманам, и иудеям. То есть как бы всем можно быть верующим. Следующее. Также в нашем витаминно-минеральном комплексе содержится такое уникальное вещество астексантин. Это такая красная капсула, которая защищает наши клетки от окисления. Это, я бы сказала, знаете, волшебная, наверное, капсула. Вот реально волшебная. Потому что я когда изучала вот это все, говорили, что даже подавать нам на новую инстепрингу. Потому что это правда. Аналогов его нет. Он настолько защищает наш организм. Он выводит свободные радикалы из организма. Это вещество просто жизненно необходимое. Следующее. Конечно, можно астексантин получить, ну, как бы антиоксиданты и другим способом. Но в гранате и в лимоне он есть. К примеру, допустим, если разрезать яблочко, да, брызнет на него лимон. Оно не потемнеет. Но, в принципе, наши магазины яблочки и так разрезают, что неделю будет лежать и не темнеет. Наверное, уже сбрызнет. Вот. Это уникальное вещество, правда, в то раз сильнее, даже в пятьсот пятьдесят раз сильнее виталий Тухен, содержит целебные микроводоросли прямо от токуйского произрастающего на Гавайских островах. Но я читала статью такую, что мне понравилось, откуда вообще произошла вот эта вот водоросль, откуда взялась в скандинавских морях вот эта водоросль, когда прибивает ее к берегу, она вот бурая становится. То есть под светом, ну, под лучами солнца становится такая бурая. Вот когда ее вода забирает обратно, она живет, то есть она не умирает. Если вот наша водоросль на наших побережьях ее прибьет, да, она пожелтеет и все, как бы умерла в водоросле, то вот эта вот водоросль, она продолжает жить. И наши научные ученые в лаборатории разработали, как можно ее, ну, как бы выращивать. Следующий слайд. Вот здесь я краткую статью выразила, скопировала, откуда же выращивают и как производят наш астаксантин. Полученные в лабораторных условиях аналогичны среди обитания водорослей и очищены натуральным способом астаксантин для наивысшей концентрации и экологической частоты действующего вещества. Ученые орифлэмы обнаружили разновидность водорослей, которые аккумулируют астаксантин в высокой концентрации, что делает ее пригодной для разведения в условиях лабораторий. Водоросль подвергается культивации в уникальных условиях, чтобы получить астаксантин за 10 дней. В зрелой фазе роста водорослей помещается в стрессовые условия, избыток света и дефицит питательных веществ для синтеза астаксантина. Когда водоросль становится красным, значит содержание астаксантина стало максимальным. Ее измельчают, высушивают, чтобы поместить в капсулу нашего астаксантина. То есть настолько уникально в лабораториях проводятся исследования. Это, конечно, большого труда стоит. И масштаб какой. Представляете, компания. Следующий. Защитные действия астаксантина. Это, конечно, повышает историю, астаксантина к неблагоприятным факторам внешней среды. Усиливает иммунитет. Скажу на себе, когда только начинают там заболевать или еще что-то, принимают две капсулы астаксантина в день, два-три дня и чувствуют себя, как будто не болело и ничего и не заболевало. Оказывает противовоспалительное действие. Является антиммутогенами, снижает риск возникновения и развитие опасных заболеваний. Также проявляется следующее слово. Кому же рекомендаются астаксантин? Конечно, астаксантин при онкологии, я не знаю, можно или нет, но знаю, что можно точно коктейль. Это большой стены. Ольга Григорян говорила, что коктейль при онкологии можно, это питание. А про витамины не могу сказать. А при физических и минусственных нагрузках, кому нужен астаксантин? Для тех, кто живет или работает в условиях чрезмерной загрязненности. В принципе, мы живем все, если кто в Москве, то я думаю, что астаксантин очень необходим нам. А при повышении синтеза свободных радикалов. Особенно, кто курит, врачи рекомендуют по 2 капсулы астаксантина. Следующий. Следующий слайд. Вот эти наши чудесные витамины. Правда, уникальные в своем составе. Мне очень нравится. У нас вышла новая упаковочка, вот эта. И на упаковке есть замечательные значки. Я не знаю, кто-нибудь на них обращал внимание или нет, но они очень помогают при презентации. В принципе, они говорят сами за себя. Вот эта девушка со стрелочками, да, отвечает за состояние кожи. В принципе, у нас есть омега-3, которые отвечают за состояние кожи. Антиоксиданты, которые тоже вырабатывают эластичность кожи. И витаминно-минеральный комплекс. Я всегда говорю, что наша крема будет работать на 100% лучше, если вы будете ухаживать за собой внутри. Вот этот экологен-прием набор, который, правда, очень чудесный. Я попробовала уже на себе, пользуюсь целую неделю. Мне очень нравится. Всем советую своим клиентам, но говорю, что если вы хотите достичь результата, который написан в журнале, принимайте витаминно-минеральный комплекс. Потому что как бы вы себя не чувствовали внутри, снаружи как бы это не поможет. Иммунная система, то есть витаминно-минеральный комплекс. Правильно. Сердце. У нас рыбий жир, знаете, честно, хорошо улучшается сердечно-сосудистую систему. У нас даже вот у папины и сестры есть, ну как бы, у папины и сестры есть операцию, что должны там шундирование делать на сердце. Она очень много таблеток пила. Она довольно-таки упитывая женщина. И когда мы продали вот этот ВМСП, она начала пить и как бы с опаской тоже к врачам ходила и говорила, что ну как бы проконсультирую сначала к врачам. Но врачи как бы, ну как ровно сказали, что ну хотите мне. Вот. Они начали пить. Она пила также витамины от щитовидки. И когда пришла сдавать анализы уже перед операцией, что вот ее уже там за месяц предупредили, что вам будут делать операцию, что вы просто не уходили. Она пришла сдавать анализы и у нее анализы улучшились. И врач сказал, что вы делали. Когда она принесла второй раз по этой упаковке, ему говорит, я пила ВМСП. То есть понимаете, что организм у всех разный. И как он будет реагировать, никто не знает. Но хуже точно не будет. Это гарантированно. Вот. Следующее. Также у нашей линейной категории у нас есть детский мультитаминный нейральный детей. Моя дочка пьет витаминный нейральный комплекс. Да. Детский, жевательный, вкусный витамин. Это следующее. Кто был на ВМС-форуме с 7-го числа? Наталья Таран говорила, что преимущество наших витаминов детских. Это 13 витаминов и 8 минералов. Чемпион. Ему равных нет. Он без искусственных армитизаторов. То есть без красителей. Вы, наверное, уже слышали от Марины Кирюхиной, она электроотказывает, как проверяет витамины на… Ну-ка, есть красители или нет. Если вы покупаете синтетические там витамины, да, бросьте их в стакан водички. Если ваша вода помыкнует измены цвет, значит, ну как, витамины получаются красительными. Причем они всегда бывают полезными, да. Вот. Если витамины пропросите и не будет, тем, как вода не изменит цвет, то ваши витамины сделаны без красителей. Наши витамины сделаны без красителей. Можете проверить. Без желатина. Также сделаны по стандартам GMP и натуральные ингредиенты. Следующий слайд. Ну, приза за то, чтобы мы принимали витамины, в принципе, мы уже, как говорили, целый час про них поговорим. Все ингредиенты дополняют друг друга. Сделаны по стандартам GMP и 100% усвояемость. Следующий. Словодь нам подарила Наталья Сергеевна Гимнаевна. Она сказала, что это слои, ну, как бы, из общего курса медицины. И если люди понимают, что я там пью витамины отдельно, мне надо, чтобы A усваивалась тогда, A B тогда, и вот в аптеке отдельные витамины продаются, вот, то наши, ну, как бы, наши витамины усваиваются хорошо и везде. Мы, когда едим пищу, мы же не задумываемся, какой витамин где у нас усвоится, где железь сейчас усвоится, а где витамин B усвоится, вот. Поэтому можно смело принимать комплекс. Следующий. Схема приема. Как же нужно принимать наш ВОМ-СТЭП? Рекомендуем принимать целый год. Ежедневно длительность отвода можно пожизненно. Вот. Обязательно утром или в обед. Обязательный прием при диетах за по две недели, как мы уже говорили, и во время диеты. Дети, детские витамины принимают по одной таблетке жевательной, по одной жевательной таблетке один раз в день, после еды. А дети старше девяти лет по две таблеточки жевательные. Наш ВОМ-СТЭП я принимаю утром, после еды. Следующий. Давайте поговорим о мифах, которые нам мешают иногда, я бы сказала, строить структуру благодаря компании ВОМ-СТЭП, ну, благодаря ВОМ-СТЭП, ну, новой серии, новой линейки продуктов. Какой же миф? Ну, самый первый бывает, обычно всегда возражения такие. Если ежедневный рацион хорошо сбалансирован, то человек получает достаточное количество витаминов. Бывают такие люди, которые до сих пор в это верят и утверждают свою витамину. Есть, может быть они и правы в чём-то, но правда такая. Чтобы получить необходимую суточную новую витамину В, это 1,4 мг, нужно съедать 700-800 г хлеба из зимуки грубого помола или килограмм нежирного мяса в день. Я думаю, что мало людей, которые так едят. Следующая часть витамина, в которой витамины нужно принимать курсами 2 раза в год. В принципе, я тоже в это раньше верила и считала, что это нормально. Оказывается, наше мясо, оно всё российское, как бы, оно уже, ну, как бы, у них есть дефицит по витаминам. То есть, независимо от сезонных фруктов, как бы, как бы мы хорошо летом не ели там яблоки, фрукты, там, ягоды, витамины не хранятся. Они выходят каждый день, то есть, естественным путём. Усваиваете, сколько нужно, и выходит. То есть, как бы, не бывает так, что мы не можем за лето наесть витаминов на зиму. Только для восполнения дефицита витамина группы D необходимый приём высоких доз этих витаминов не менее полугода. То есть, понимаете, я думаю, что нереально. Следующее. Безопасно ли употреблять наш витаминно-минеральный комплекс? Конечно, безопасно. И вот такая статья была тоже написана. Одно дрожжо мультивитаминов и минералов обеспечивает организму дневную норму полезных веществ. Поэтому риск передозировки просто исключён. Ну, допустим, есть люди, которые не верят в это, можем повести пример. Гипервитаминоз, например, витамина А может вызвать употребление более 100 тысяч, забыл, как называть, единиц в день в течение месяца. Что аналогично приёму за одновременно 37 дрожжей в день на протяжении месяца. То есть, мы столько витамина не едим, мы столько не съедаем, не выпиваем. Одно дрожжо каждый день – абсолютно безопасный режим употребления. Следующее. И только в компании Reflame есть уникальная возможность, это очень выгодное предложение, быть всегда здоровым и красивым, плюс ещё экономить свои денежки. Оформляя подписку на wellness pack, мужской или женский, детский. Каждый патолог, покупая продукт, вам будет приходить заказ витамин. Четвёртую коробку вы получите в подарок. Четвёртую коробку. То есть, если сегодня оформите подписку, то есть получается в пятнадцатом патологии, в шестнадцатом, в семнадцатом, а в первом патологии в Новый год получите в подарок, коробку с окном. В моей семье подписок очень много. Получается мужские, женские, детские мультивитаминные мегаловый жир и коктейли с лук. То есть, это только у меня на одну семью. То есть, в принципе, двести пятьдесят баллов я делаю только сама для себя и благодаря wellness. Следующий. Я рекомендую всем начинать наши витамины употреблять прямо сегодня. Расскажу ещё один пример, что все клиенты, которых я обслуживаю, я неоднократно говорю им, что у нас есть wellness, что мы это здоровый образ жизни, что мы двигаем, как бы, ну, хотим, чтобы наша нация была здоровой. И кто-то прислушивается, кто-то, ну, с осторожностью относится к этому всему. Но, без зависимости, давайте ссылки на наши вебинары, давайте ссылки на, ну, как бы, на полезные статьи и информацию про wellness. Даже в сайте, на нашем сайте, в рефлей, в графе wellness, в вкладке wellness очень много нужной информации сейчас. Скопируйте её и разошлите своим клиентам. Увидите, ваш объём продаж очень сильно увеличится. У меня на сегодня всё. Спасибо большое. Если я вам была чем-то полезной, я очень рада. Всего доброго. До свидания. Я думаю, что надо искупать, да, Женю в аплодисментах. Все, кто получили что-то полезное, ставьте восклицательные знаки. Женя будет сразу видеть, что, простите, была полезной. Я вам, как бы, чуть-чуть, прежде чем выступит следующий спикер, хочу немножечко рассказать про рецепты, которые вы видите в коктейле wellness. Я думаю, что мы, женщины, наверное, очень сильно любим своих мужчин, но всё, что мы знаем, потому что я посмотрела постоянно в вебинаре, конечно, сидит 90% женщин, и поэтому я к вам обращаюсь. Мы все очень любим своих мужчин, мы, конечно, хотим, чтобы они тоже были здоровыми, но, как правило, они ещё больше скептики, чем мы женщины, поэтому заставить их что-то употреблять в коктейль или витамин достаточно сложно. Я знаю, что это проблема во многих семьях. И именно поэтому, кто со мной соглашается, ставьте плюсики, у кого есть проблемы такие, да, что мужчин накормить или напоить сложно очень, невозможно. Скажу немножко, вот, отлично, получаю плюсики, отлично. Скажу немножко, как у меня это было, то есть, во-первых, может, это вам поможет. Потому что, на самом деле, вот это вот, ну, улыбаться не хочется, когда такие вещи говоришь, но это страшно, потому что статистика, допустим, нашей семьи именно такая. практически все мужчины умерли раньше женщин. То есть, мой папа, мой дедушка, дедушка со стороны мужа. То есть, практически все мужчины умерли раньше. И когда, то есть, просто мужчины, может, это не осознают. И когда моя мама моему мужу сказала, что ты что, хочешь продолжить статистику, да, что посмотри на самом деле так. А ты вроде Лене обещал, когда женился, что будем жить счастливо и умрем один день. Как бы, поэтому он, поэтому давай пить витамины. И на самом деле это помогло. Но если уж, допустим, вообще ни в какое не хочет принимать, посмотрите на рецепты. Сейчас Мирари Флейм отличный рецепт разместил в плане того, что можно даже такие блюда готовить. Да, вы видели там и яички начиненные коктейлем замечательные. И еще много коктейлей, да, разных рецептов. Я вам хочу подарить еще несколько рецептов, которые тоже можете так секретно давать мужу все-таки, потому что без коктейля, вы сами понимаете, что, ну, как бы сложно, да, потому что это белки. И вы уже много слышали на наших вебинарах по поводу того, что белки это и транспортировщики, чтобы тот же wellness пэк усваивался. И, конечно, это строительный диаклетик и так далее. Это вот такой рецептик от моей мамы замечательных. Вот с ручками пишите, берете любые сухофрукты, какие есть дома. Это может быть курага, чернослив, инжир, изюм. Немножко замачивайте в воде, чтобы они стали помягче. Режете мелко по размеру цукатиков. Смешивайте их с медом и потом до густоты, чтобы можно было слепить комочки, добавлять шоколадного коктейля. А потом все это, то есть еще раз, сухофрукты любые, мед для связки, так чтобы была как бы консистенция такая, чтобы обволакивало все эти ваши сухофрукты. И потом опять же эта консистенция, чтобы можно было слепить шарики, добавлять шоколадного коктейля. Ставьте духовку на маленький газ, совсем небольшой, не знаю сколько градусов, но в общем на маленький газ. Тоненьким слоем на противень, на бумажку выкладывайте то, что у вас получилось и буквально пять минут просто подсушивайте. Вот это как бы то, что вы разложили на противень. И получается вообще суперские батончики, пока компания Reflame их не выпустила, получается суперские батончики, как мюсли. Очень вкусные есть, я думаю, что муж с чаем их с удовольствием выпьет. А там ничего абсолютно вредного нет, никаких е, никаких консервантов, только вообще супер-супер замечательные продукты. Я думаю, что вы согласитесь со мной. Еще один рецепт, который нам присылала компания Reflame, буквально недавно, спасибо Наталье Миноливе, поделилась еще одним рецептом по интернету. Это клубничный такой коктейль. Значит, на одну мерную ложку коктейля клубничного добавляете 50 грамм молока, 100 грамм несладкого натурального йогурта, ложку чайную семян и лимоней, льняных или кунжутных, каких кто любит, любых семян мелких каких-нибудь. И горсточку фруктов. Если у вас есть возможность, сейчас в магазине слабо все есть, там клубника, черника свежие можете добавить. У кого нет, все что есть в морозилке, можно там смородину, то есть любые фрукты добавляете. Все это блендером смешиваете, получается густой, очень вкусный коктейль. Потому что я видела, кто-то сказал, что коктейль ваш жидкий. Понятно, что компания их сделала себе для того, чтобы легче усваивалось. Но если вам, может быть, по каким-то причинам неприятно, или вы не можете пить жидкий, делайте ее такой густой. То есть с йогуртом, с молочком, с семенами, это получается такой, ну как бы погуще вкус будет. И плюс ягоды или фруктовое пюре добавляете, то есть это вот такой замечательный будет у вас фреш. Я думаю, что вам понравилось. И я представляю вам следующего участника. Сейчас, секундочку, включу слайды, пока найду. Все успели записать рецептики вам замечательные? В следующий раз мы вам еще подарим. Аж у нас рецептов очень много. Своих тоже по коктейлям. Отлично. Значит, мы вам еще в следующий раз обязательно расскажем новые рецептики подарим. Вот. Кормите своих мужчин и самое главное на самом деле продвигайте наш продукт. Это почему? Потому что можно что угодно говорить там, что бады, я не верю и так далее. Но посмотрите, что они делают. Для того, что оздоравливается организм на самом деле меняется очень сильно менталитет. А это главное. И если я успею, я сегодня еще вам немножко расскажу. То есть, чем отличаются все-таки шведы, европейские люди от России, от нас. Понятно, что у нас тоже много плюсов, как у нации. Но есть и минусы, которые надо срочно нам с вами превращать в плюсы. Поэтому я вам потом, если останется время, чуть-чуть расскажу. Вот. А сейчас я вам представляю менеджера города Терфу Ирины Смирнова. Отличается она чем, что у нее тоже очень много продаж по волну. Поэтому мы ее очень долго просили, теребили, чтобы она вам все-таки быстрее рассказала то, что она знает. Поэтому бурный аплодисмент Ирине Смирновой. Она волнуется, переживает первый раз вообще выступать на вебинаре. Поэтому я думаю, что вы морально ей поможете. Ирочка, давай я выключаюсь. Меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Вечер. Я как бы первый раз, ну вы меня простите, если что-то не так. Я немножко вам сегодня расскажу, как я работаю с wellness. сейчас. Ну, буду подсматривать. Я себе записывала. Ну, чуть-чуть как бы про себя просили рассказать. Спасибо, Нелочка. В компанию меня пригласила молодая девушка Нелли, соседка моей подруги. Попросила разрешение через подругу прийти ко мне и прийти в каталог. Показала каталог и попросила показать его на работе. Ну, вы знаете, как бы мне неудобно было ей отказать, поэтому она мне лакополох показала его на работе и какое-то время делала Нелли хорошие заказы. Потом она мне рассказала, что можно зарабатывать деньги и брать для себя дешевле. Ну, деньги, в общем-то, как бы особо не были нужны. Ну, все-таки я по профессии бланкер, поэтому посчитала и думаю, ну, вроде бы как ничего не теряю. Еще Нелли сказала, что можно не только покупать для себя продукцию, но и приглашать людей. Регистрироваться надо было ехать в Москву. Думаю, что же я поеду туда одна. Наверное, раз надо приглашать людей, значит, надо кого-то с собой взять. У нас в богателе работала молодая девушка. Она у нас такая была, знаете, продвинутая. Все просчитывала, все планировала. Думаю, вот сейчас я приглашу Олю. Она откажется и я, как бы, тоже не поеду в Москву. Ну, когда предложила Олю, она, вы знаете, согласилась. И согласилась даже ехать со мной в Москву. Поэтому пришлось ехать в Москву и регистрироваться. Ну, о чем я теперь, конечно, совершенно не жалею. Ну, и, вы знаете, вот по поводу wellness я, в общем-то, давно пью витамины. И когда их не было еще в Арифлейн, я покупала в другом месте. Что говорила девушке? А ничего не сказала. Говорила, Олечка, тоже покупаешь Арифлейн? Можно зарегистрироваться? Она говорит, о, и что будет дальше? А дальше будет у тебя скипт. У тебя и у меня, и будем себе брать дешевле. Ну, что она мне ответила? Ну, да, конечно, Елена Станиславовна. А почему нет? Очень даже хорошо. Я говорю, ну, ты знаешь, ведь надо ехать в Москву и регистрироваться. А это суббота, выходной день свой тратить. На что Оля мне сказала? Поедемте. Поэтому пришлось ехать. Вот. И по поводу wellness. Витамины пью давно. И даже когда их не было в Арифлейн, я их покупала в других местах. Поэтому, когда у нас появился wellness, я очень даже обрадовалась и витамины просто как бы начала пить сразу. Третья часть моей группы оформляют подписки на wellness для себя, для детей, а другие как бы покупают регулярно, так скажем, не подписываясь. Но, как говорится, все начинается, все надо начинать с себя. Вот. Поэтому wellness в моей группе начался с меня. Я ездила везде, училась, везде как бы узнавала, что это такое, как и на что это все повлияет. Вот. И, вы знаете, я начала принимать витамины, в отличие от того, что я как бы пила их всегда, но я все равно очень часто болела. Просто как бы регулярно, два раза в месяц я болела. Вот. А когда стала пить наши витамины, я начала замечать, что как-то вроде бы я начинаю реже болеть. Вот. Вот. Но коктейль, коктейль приняла не сразу. Худеть мне было не надо, да. И я всегда в форме, поэтому не слышала, что кроме того, что как бы похудение, там есть еще и другое. И начала пить коктейль, когда началась вот, вы знаете, гормональная перестройка. И я начала замечать, что что-то мне вещи становятся маловаты. И здесь вот вспомнила про коктейль. Вспомнила про коктейль и начала пить коктейль. Вы знаете, я очень быстро пришла в норму. Буквально за два с половиной месяца я сбросила лишние четыре с половиной килограмма. И до сих пор у меня стабильно шестьдесят килограмм. То есть я вот как бы ни туда, ни сюда. У меня вот все нормально. Первыми, кто меня поддержали в деле с Венос, это был муж и мои родители. Родители как бы сказали, ну, если дочка говорит, что это надо и что это полезно, значит надо. Мане семьдесят восемь лет, в следующем году будет семьдесят девять. Они у меня живут в Крупвино. И вы знаете, мама до сих пор работает. Причем не на легкой работе. И когда только заходит разговор, мамочка, ну ведь надо бросать работу. Она мне сразу напоминает мои слова. Дочка, ты же сама говорила, что движение – это жизнь. как бы деваться мне тоже уже некуда. Ну, вы знаете, она у меня настояла на том, чтобы самой зарегистрироваться. И теперь она у меня сама смотрит каталог с женой брата. И они сами делают себе заказы. Ну, единственное, что как бы очень хочется помочь родителям. Поэтому я зарегистрировала ее только с одним условием, что хотя бы женские витамины я буду ей покупать сама. вот. Ну, вы знаете, вот еще хотела бы очень рассказать, что ну, с папой как бы вот у нас отдельная история. У него сильная аритмия сердечная, да. И первый раз, когда он попал в больницу, у нас коктейли и витамины только появились. И попал папа в палат, которую курировала зав.отделением. Маме 78 лет. В феврале будет 79. Вот. И я ему принесла коктейль в больницу и сказала, говорю, пап, ты знаешь, врачи как бы они все разные и может быть кто-то не одобрит вот коктейль, потому что вообще-то он у вас только появился. ты, ну, мы не будем как бы слушать врачей в этом деле и коктейль мы с тобой будем тогда пить потихонечку, если запретят. Ну, вы знаете, вот уже говорили про докторов и вот доктор попалась, конечно, очень такая, знаете, понимающая. Она на следующий день пришла на обход и он не успел брать коктейль. И коктейль стоял на трубочке, а к нему подходили к первому. Ну, естественно, доктор увидела и она сразу взяла коктейль и стала читать. Прочитала и сказала ему, ну, что же, это все нормально. Петя. Вот. Вы знаете, в следующий раз он попал у меня в больницу вот в этом году, в марте месяце. Папе 79 лет. У него была очень сложная операция под общим наркозом. Вы представляете, как это сложно. Две недели в реанимации. Поэтому две недели в реанимации я понимаю, что там делают капельницы. И в то же время думаю, ну, что капельницы? Ну, человеку ничего нельзя есть, а он должен как-то восстановиться. И я поехала в Протвино, повезла им коктейль. Мама побоялась сама идти с ним. Я пошла с ней в реанимацию. Вызываем доктора. Я ему даю, говорю, вот, пожалуйста, я вас очень попрошу, чтобы вы разводили коктейль. Вот. Здесь нервная ложечка. Здесь шейкер. Вот. Ну, хотя бы один раз в день. Он берет у меня, читает и говорит, о, ну, все понятно. Конечно, это очень хорошо. Будем делать. Да, коктейль разводим на воде. Я и родители разводим на воде. Больше ни на чем. Я пробовала на молоке, но, в принципе, я очень хорошо его пью и на воде. Вот. Поэтому могу вам сказать, что после вот этой операции сложной у папы была и потеря памяти. И мы очень переживали вообще, как он восстановится. Но, вы знаете, восстановился очень быстро. Очень быстро. И мы даже сами были удивлены. И после операции была такая дырка. Ну, просто вот я даже не могу. Туда вот рука вот вся полностью с кулаком как бы вот входила в эту дырку. Вот. Когда делали ему вот это вот все там. Смазывали. Все затянулось очень быстро. Вот. Поэтому, вы знаете, я все это рассказываю людям, своим знакомым. Обязательно со всеми консультантами своими, которые в моей группе, я со всеми, с каждым в отдельности проговорила. Мы собирали чайную встречу, на котором я тоже рассказывала про wellness. И в разговорах с людьми я всегда им говорю, ну вот, что вы хотите, какими вы хотите, чтобы были ваши родители. Чтобы они жили у вас в добром здравии и твердой памяти. Но тогда не надо на них экономить. Вот на следующем слайде у нас есть расчет. И вы знаете, если сделать вот этот расчет как бы здесь два сайта, на одной стороне у нас расчет для клиентов, а на другой стороне для консультантов. И вот я клиентам, например, когда с клиентами разговариваю, я им показываю вот такую табличку. Вот, пожалуйста, посмотрите. Неужели вы не можете от себя потратить вот такие деньги? Ведь вы же хотите жить и быть здоровыми. Вот я, например, не хочу быть обузой своим детям на старости лет. Я хочу вот так же, как моя мама, жить как бы своей жизнью хорошо, никому не мешать, все сама делать. И я тоже так же хочу. А вы как хотите. Вот просто посмотрите, вот это расчет для клиента. А вот на другой стороне это расчет для консультанта. Что вам больше нравится? Пожалуйста, выбирайте. Вы знаете, еще у меня есть такая женщина, моя клиентка, она очень такая вот, ну, дотошная, скажем. Она никогда не будет ничего делать, не узнав. И вот прежде чем подписаться на витамины и коктейль, она у меня взяла аннотацию и показала все это своему личному врачу. Вот когда та прочитала, она сказала, вот ты знаешь, Надежда, больше тебе ничего не надо. Вот есть у тебя вот эти витамины и коктейль, это все, что для тебя нужно. Вот как бы вот этот расчет, он тоже очень помогает в разговоре с людьми. Дальше еще хотел проговорить про наших детей. Вы знаете, вот на предыдущих вебинарах я слышала, что дети очень, ну, некоторые дети не хотят пить рыбий жир. Вроде бы как бы и он не нравится. У меня внук Никита, вы знаете, он стал пить, принимать омегу, когда еще детской не было. А вот я ему давала капсулы взрослые. И он их, так скажем, жевал, гонял во рту, как жвачку. Ну, появились детские, и когда стали пить детскую омегу, начал немножко как бы так морщиниться, да вот что-то как-то мне не очень нравится это, и мы с ним все сделали в игровой форме. Я ему говорю, Никита, ты же у нас мужчина, ты же мой защитник, ты же наш будущий воин. Ты как, у нас должен быть сильным? Да, бабушка, я должен быть сильным. А давай мы с тобой померяемся силой. И мы с ним стали меряться силой на руках. Ну, естественно, я его побору и говорю, Никита, ну ты же видишь, бабушка, каждое утро пьет витаминное. Да, бабушка, вот тебе надо тоже пить витамины. Тогда ты точно меня поборешь. Все, больше как бы не было никаких вообще вопросов. Он у меня до сих пор, даже если я забуду, он мне сам напомнит. Бабушка витаминная. Ну, естественно, мы с ним иногда все-таки боремся. И он меня, конечно, борет. Он у меня выигрывает. Вот. И, вы знаете, мальчик у меня был вообще очень гиперактивный. Ну, даже супер гиперактивный. Вот сейчас мы с ним ходим по подготовке к школе к преподавателю. Он у меня ходит в дизайнерский кружок. И, вы знаете, вот час он высиживает. Раньше он просто, если он сидел, ну, это вот было как Шира в одном месте. То есть, вот не мог ребенок вообще сидеть вот этой гиперактивностью. С него просто. Вот. Сейчас, как бы, вот нормальная концентрация внимания. Вы знаете, вот, ну, не помню. Вот скажешь, и раз, и все. О, а я почему-то забыл. А разве мы эту книжку уже читали? Вот. Сейчас, как бы, вот более сконцентрированный ребенок, вот, он уже, ну, как-то по-другому, понимаете, болеть перестал вообще. В принципе, у меня он самый хронический пензелит. Что я передала в наследство младшему сыну, а он, вот, соответственно, своему сыну. И поэтому, вот, как бы, упорно, вот, буквально несколько дней назад у Никиты как-то приболел немножко горлышко. Вы знаете, у нас дома всегда сидит астаксантин. Это вот уже всегда у меня, у родителей астаксантин всегда. И вот мы с ним, как бы, две капсулки астаксантинчика, и все очень прекрасно. Сок лимонный разводили буквально. За два дня все у мальчика прошло. Я сама могу сказать, что я никогда, ну, в общем-то, не проверялась. Так заболела, пошла в больницу, лечила своими подручными средствами, но всегда знала, что у меня очень-очень низкий гемоглобин. Полтора года назад мне пришлось сдать все анализы, провериться, потому что я ездила в санаторий, и мне надо было оформить санаторную курортную карту. Вы знаете, я, в общем-то, была поражена. У меня все вообще прекрасные анализы, у меня отличный гемоглобин, у меня супер какая кровь, я даже сама, в общем-то, как-то не очень поверила в это. Периодически обязательно сама тоже принимаю отрекомплекс для волос и ногтей. И вот смотрите, я хочу сказать, что вот эти вот слайды, вы видите, да? И если семья из трех человек, муж, жена и ребенок, вот на то, что надо для них, они уже делают 168 баллов, да? Это же вот как бы даже можно не ходить никуда и не показывать никому каталог. 168 баллов уже есть. Но 32 балла – это просто себе немножко помыться, побриться и, как сказать, побрызгаться парфюмом, покрасить трубки. Все, 200 баллов. Это все легко и просто. Вот сейчас у нас появился фитонапиток. Мы здесь вот внизу приписали, что одна порция фитонапитка – это как бы совсем, ну, 16 рублей, да? Но что такое 16 рублей? Вот с этим фитонапитком и с супчиком я уже, ну, с супчиком по второму заходу, с фитонапитком по первому заходу обхожу всех своих знакомых. Могу вам сказать, что фитонапиток просто шикарный. Мама говорит, я, дочка, сплю как молодец. Ложусь и ночью в восемь не просыпаюсь. А тут, там, в основном были немножко проблемы. Вот. Поэтому, конечно же, я вам хочу сказать, что wellness – это продукт серьезный. И это надо обязательно изучать. Я до сих пор как бы ездию, везде учусь и одно время даже думала, что я уже такая умная и знаю все. Но, оказывается, не все. И каждый раз, когда куда-то приезжаешь, обязательно что-то для себя слышишь новое. Вот просто был такой момент, наверное, когда я это слышала, но в одно ухо влетела, в другом вылетела. А в следующий раз приехала, услышала то же самое и поняла уже что-то по-другому. Вот. Поэтому я вам всем желаю обязательно поговорить со всеми своими консультантами, поговорить еще раз со всеми своими знакомыми, пройти, прийти к ним на чай, пригласить их к себе. Вот совсем недавно, в прошлые выходные, у меня были мои родственники, которых я накормила нашим супчиком. Ну и могу сказать, что все с пользой истоком. Желаю всем всего самого лучшего, здоровья вам, успехов и больших продаж. Спасибо. Давайте мы Ерекину тоже искупаем в аплодисментах, потому что она просто умная сегодня. Первый раз человек вообще выступал, может поверить, что она первый раз выступала на вебинаре. Ну и посмотрите, как это готовилось. Все, потому что на самом деле у нас, конечно, бизнес история. Ерочка, это все тебе, куча аплодисментов. На самом деле очень-очень здорово. Некоторым даже не хватает места, чтобы тебе выaliение со своими лучшими, людсьми.